Таким был уходящий 2015-й. Мы продолжаем подводить его итоги. Мой гость — это депутат Кнеста от партии «Наш Дом Израиль». В прошлом министр абсорбции Софа Аланвер. Добрый вечер, Софа. Добрый вечер. Как бы вы оценили уходящий год? До вас был здесь тоже экс-министр, министр финансов Ярлапит, который сказал, что все плохо. Правительство плохое, страна катится непонятно куда. Но он оптимист. Вы тоже оптимисты? Ну, конечно же, я оптимист, и поэтому я верю, что произойдет смена власти. Вы знаете, не все было плохо. Но действительно, мы из коалиции ушли в оппозицию, выбрали эту дорогу сами, потому что могли остаться на своих креслах. Но так как мы не за кресла, а за наших избирателей, за их нужды, за их проблемы, которые должны решаться, на фоне того, что происходит харитизация государства Израиль, усиление ультра-ортодоксальной общины, ослабление общины русскоязычных израильтян, террор. На этой неделе сто дней террору и никаких изменений. Но главное, на ваш взгляд, все-таки, вот вы начали с того, что ваша партия не вошла в коалицию. Для вас это главное событие года, что впервые за долгие годы, вы шесть лет, да, были министром абсорбции? И не потому, что мы оказались в оппозиции. Мы все выбрали оппозицию сами. Потому что были вопросы, которые не решались, и которые сегодняшнему правительству просто неинтересны. Это же, конечно же, вопросы, которые стоят среди нас, русскоязычных израильтян, но это те вопросы, которые стоят среди наших израильских старожил, которые голосуют за нашу партию, и вообще стоят на повестке дня нашей страны. И поэтому, конечно же, эти вещи невозможно не говорить, когда мы подводим итоги этого года. А что произошло, на ваш взгляд? Почему вдруг такая смена курса? Почему, когда вы были в коалиции, опять же, с 2009 по 2013 год, вы же были с религиозными партиями в коалиции? Почему вдруг так сегодня такое неприятие, что мы не войдем в коалицию с религиозными, хотя до этого партия Наш Дома Израиля всегда находила общий язык с ними? Не думаю, что мы не должны зайти в коалицию с ультра-артистами, с антодоксальными евреями. Это совсем не то. Есть несколько вещей, которые являются принципами нашей партии. Это, конечно, Георг и призыв в армию. Это, конечно же, вопрос пенсии, полутора миллиона общины. Это те вопросы, которые необходимо решать для русскоязычных израильтян в нашей стране. Не только для русскоязычных израильтян, но для нашей общины в частности. И когда усиление происходит в правительстве, и когда изменяются те законы, которые были утверждены в предыдущие годы, когда их отрицают, когда их сметают, когда их уничтожают и переводят на рельсы совершенно другой политики, понятно, что мы там не можем находиться. Те вопросы, с которыми живет наша община, те вопросы, которые волнуют нас, они решались в правительстве, когда мы были членами, и не могли решиться или не решаются в нынешнем правительстве. Суп, скажите, а вам не кажется, что шесть мандатов, которые вы получили на выборах, это некая пощечина от общины? Может быть, стоит иногда такую встряску сделать, сказать, что где-то вы там забыли, где-то вы не замечали людей? Или все-таки вы считаете, что это результат какой-то такой планомерной атаки против вас? Или все-таки, знаете, как у нас говорят здесь в Израиле, хишбон нефиш, нужно делать, то есть что-то внутри, посмотреть, пересмотреть? Вы знаете, мы всегда держим руку на пользе, поэтому мы всегда находимся среди наших избирателей, поэтому мы живем жизнью наших избирателей, поэтому сказать, что мы получили пощечину, эти выборы были непростые, они проходили на фоне арестов. Это нельзя отрицать. Но вы знаете, и 17 лет, которые преследовали Авигдора Либермана, и я часто говорю, он был, есть и воин, и он доказал свою невиновность. Но 17 лет, 17 лет только вдуматься. И когда сегодня на фоне мы начинали ту предвыборную кампанию, нынешнюю предвыборную кампанию, все опросы говорили о том, что наша партия находится на очень высоких позициях. И началась атака. Вы знаете, я думаю, что другие бы и не получили 6 мандатов, поэтому я благодарна нашим избирателям. И говорю им спасибо за то, что это мало. И поэтому мы находимся сегодня на позиции 6 мандатов. Но это 6 мандатов. Той предвыборной кампании, в той травле, которая была целенаправленно против нас, я думаю, 6 мандатов, это была победа. Вот Яйр Лапид, опять же, упомянутый ранее, здесь сегодня сказал, что ему предлагал премьер-министр дважды занять пост министра иностранных дел. То есть тот пост, который занимал лидер вашей партии, причем делал это в усиленном режиме, что называется. И он все-таки хочет видеть партию Ешатит в коалиции, а вашу партию сегодня хочет видеть Нитаняго. Он вам делает предложение о входе в коалиции? Вы знаете, что в начале этой каденции неоднократно глава правительства и члены коалиции предлагали главе нашей партии, Виктору Либерману, войти и быть внутри. Но у нас есть принципы. Я говорю сейчас, последние, скажем, несколько недель, месяц, два. Я не была на встрече с главой правительства, но я часто встречаюсь с Либерманом, и Либерман сказал однозначно, в нынешнем правительстве, в той ситуации, в которой находится сегодня коалиция и страна, ему нечего там делать. Я хочу у вас как депутата с большим стажем, вы уже много лет в КНЕСЭТе, я хочу... С 96-го года. Это достаточный срок. Знаете, есть говорят срок, есть каденция. У кого каденция, у кого срок. У меня каденция. У вас каденция. Каденция. Я хочу спросить ваше мнение, поинтересоваться вашим мнением по поводу огромного количества скандалов в КНЕСЭТе. Этот КНЕСЭТ, да нет, этот и прошлый КНЕСЭТ. Смотрят люди на депутатов и стесняются. Смотрят на одного, который там непонятно где, какие там казино что-то делал. Я намеренно не хочу имена называть. Сильван Шалом, глава МВД, ушел в отставку из-за сексуальных скандалов. Депутаты отказались сейчас, буквально этой неделе, принять закон, который подразумевал бы, как правильно вести себя министру. В конце концов, депутаты, которые отказываются снять добавку в несколько тысяч шекелей. Вот вы мне скажите, человек с 20-летним стажем. Вот вам не стыдно за своих коллег-депутатов? Вы знаете, каждый человек, на мой взгляд, и в правительстве, и в КНЕСЭТе отвечает в первую очередь за свое поведение, за ту партию, которую он представляет, членом которой он является. И так как он представляет себе, как должен вести себя парламентарий, и что должен делать парламентарий, и что должен делать член правительства. Поэтому это непростой КНЕСЭТ. Очень много новых депутатов парламента. И каждый, наверное, бьется за свое место под солнцем. Каждый видит это по-разному. Свой путь, свою дорогу, свою борьбу. Поэтому, наверное, такое большое количество недоразумений и скандалов. Мне бы не хотелось видеть это в КНЕСЭТе. Вы затронули зарплаты депутатов парламента. Я только поясню, что был признан буквально на днях специальный закон, который говорит, что депутат, получивший автоматическую добавку к своей зарплате, зарплата депутата это где-то 40 тысяч шекелей, правильно? 10 тысяч долларов. Есть добавка там несколько процентов. Грязными. Он может от нее отказаться. Я так понимаю, не все депутаты побегут в секретариат КНЕСЭТ отказаться от этой добавки. Вы знаете, когда на комиссии КНЕСЭТа мы обсуждали этот законопроект, я сказала, по еврейскому закону человек все должен делать тихо, жертвовать, давать подаяние. Я несколько недель тому назад столкнулась с вещью, которая меня на фоне всего очень затронула. Стояла на улице маленькая еврейская старушка низкого роста, с седой головой. И опустив глаза от стыда в землю, что она должна побираться, она протягивала вперед пластиковый стаканчик для того, чтобы ей положили туда деньги, дали подаяние. Вы знаете, как меня это затронуло? И вот когда я выступала на комиссии, я сказала по еврейскому закону, каждый депутат и вообще каждый человек не в фарресе, не громко, а тихо должен делать, давать подаяние, поддерживать человека, помогать человеку. Много лет тому назад, если вы помните, Женя, мы создали, я создала фонд Федерации русскоязычных израильтян. Фонд назывался «От репатрианта к репатрианту мы, оле-ле-оле». И там собирались деньги для тех, кто оказался в неординарной ситуации, чтобы оказать ему помощь. Я предпочитаю, чтобы и депутаты. Без шума, тихо. Может быть, не отказываясь от зарплаты. Потому что ведь многие депутаты, и не будем скрывать этого, живут, имеют доходы от компаний, от компаний адвокатов, от компаний своих мужей, или своих жен, акций и так далее. И поэтому есть те, которые только получают зарплату и живут, и живут с этой зарплатой. Но, вы знаете, когда одна партия сидит и говорит, мы отказываемся в пользу, я говорю, что это нужно делать красиво и тихо. И не громогласно, и не на экранах телевидения. Потому что тот, кто хочет помочь кому-то, тот, кто хочет пожертвовать, должен делать это в тени и тихо, чтобы вот этого человека не обидеть тем пожертвованием, которое он дает. Несколько дней... Почему я задаю вам этот вопрос? Дело в том, что, согласно всем опросам, которые проводятся в последние недели, а перед окончанием года у нас модно проводить опросы, только 16% израильтян доверяют депутатам Кнезета. Это больно, это неприятно. Три четверти населения страны не верят вам как депутатам. Не вам конкретно, Софи Ландвер, а вообще народному избраннику. И ведь вы говорите, каждый должен думать про себя, но получается, если каждый будет думать только про себя как депутат... В своем поведении каждый депутат. А основная масса ведет себя таким образом, что народ ему не доверяет. Что-то там прогнило, получается? Вы знаете, для этого есть председатель Кнезета, есть его заместители, есть комиссия Кнезета, которые должны поднять имя Кнезета. Потому что, согласитесь, кроме депутатов, у которых есть какие-то царапины на личности, или лицеприятные вещи, о которых неприятно говорить ни в студии, ни в жизни. Есть масса депутатов, которые работают для своих избирателей, которые проводят законы, которые делают вещи, которые просто служат людям. Знаете, Женя, я вам хочу сказать, много лет тому назад я проводила, боролась за закон. Закон назывался «Больница в городе, в котором я живу». Ее, кстати, до сих пор там нет. Она в 2016 году, в начале 2017-го проедет. Нет, нет, пока стоит здание, красивое, не одно, а целых три. Проект великолепный. И заканчивается строительство в будущем году, кстати, с которым я хочу поздравить ваших телезрителей. Ваш Доди. Так вот, я вам хочу сказать, депутаты, которые работают, идут по дороге, уверены в правоте своего дела, проводят законы, они входят в жизнь. И забывают, кто сделал, что делал. Но жизнь доказывает, что когда хочешь, можешь. Давайте на этой ноте мы закончим. Я только хочу поздравить всех с новым наступающим гражданским годом. Пусть он будет светлым, пусть он будет добрым. Пусть растет количество телезрителей, которые верят в вас, которые любят вас. И пусть им светит светлое небо, где бы они ни были над головой. Софа Ландер, большое спасибо и с наступающим вас Новым годом. Спасибо, с Новым годом. После короткого перерыва эксклюзивное интервью с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем.